Приветствую вас в очередном видео проекта Evgenybopov.com. Сегодня я расскажу вам еще об одном сервисе, которым сам пользуюсь и который реально экономит много времени. Поэтому, если вы занимаетесь бизнесом и используете при этом сеть интернет, уверен, он вам также пригодится. Но перед этим, как обычно, немножко теории. Сегодня интернет меняется. Если раньше слово подписчик у нас ассоциировалось с человеком, который нам оставил свой e-mail, то сегодня это понятие значительно расширилось. Потому что у нас есть подписчики на YouTube, у нас есть подписчики социальной сети ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, где у кого-то в Одноклассниках есть подписчики, есть подписчики в Telegram-канале и другие направления, которые сейчас активно развиваются, также наступают. Сегодня e-mail, он уже утратил такую главенствующую роль, через которую люди получают новую информацию и обмениваются сообщениями. Сегодня многим удобнее пользоваться уже другими какими-то инструментами. И наша задача не терять этих людей, а подстраиваться под эту ситуацию и задействовать эти каналы и также в них публиковать свою информацию. И те, кому эти каналы удобны, они на вас подпишутся и будут получать вашу информацию просто там. Это такой же подписчик, просто он получает информацию через другой канал. Но здесь возникает другая проблема. Если раньше нам достаточно было зайти в сервис рассылок, добавить письмо и нажать кнопку «Отправить», и мы, по сути, всю аудиторию охватывали этим письмом, то сейчас этого уже недостаточно. Нужно заходить в каждый сервис и ВКонтакте, и в Фейсбук, и в Твиттер, и в Одноклассники, если у вас там есть, допустим, группа и постить туда все вручную. Это занимает время, это неудобно. И сейчас, как ответ на эту проблему, начали появляться различные сервисы, которые позволяют вам из одного окна отправить информацию сразу во все направления. Вот это удобно. И я вот в последнее время этим вопросом заинтересовался, начал тестировать такие сервисы, их сейчас уже довольно много, и в итоге остановился на двух из этих сервисов, которые мне больше всего понравились, которые очень удобно, очень продуманы, там все хорошо по дизайну, все хорошо работает. И вот эти два сервиса я вам хотел порекомендовать, чтобы вы не теряли время на поиски. Первый сервис называется Amplifier, второй называется Kuku. Такое смешное название, но зато запоминается. Как они работают? Работают они очень просто. Я даже не буду это показывать в форме скринкаста, там все очень интуитивно. Вы там регистрируетесь, и вам сразу предлагают добавить ваши аккаунты в тех сетях, куда вы хотите постить информацию. Добавляете там ВКонтакте, Facebook, причем можно добавлять не только личные профили, а можно добавлять вашу группу ВКонтакте или вашу страницу публичную ВКонтакте, не важно. Добавляете эти профили, связываете, по сути, этот сервис с вашими вот этими социальными сервисами. И потом просто, когда вам нужно опубликовать пост, вы заходите на этот сервис, нажимаете «Отправить пост», кликаете в те аккаунты, куда вы хотите его отправить, и все, нажимаете «Отправить», он у вас сразу по всем направлениям отправился. Вот я, например, использую сейчас для этих целей как раз второй сервис Куку, и у меня там настроена «Отправка ВКонтакте», «Фейсбук» и «В Телеграм-канал». Все, я зашел, нажал, отправил, у меня сразу в эти три направления ушла информация. Причем «Фейсбук» еще настроен таким образом, чтобы из него автоматически еще информация постилась в Твиттер. Там это легко настраивается, можете так же сделать. И в итоге, по сути, за одну кнопку я отправляю в четыре канала. Вот, остался сейчас вручную только «Инстаграм», но я думаю, постепенно они добавят «Инстаграм», потому что сейчас он, как я понял, не особо любит вот такие сервисы и может заблокировать просто аккаунт. Но я думаю, они договорятся, и постепенно «Инстаграм» даст возможность сторонним таким решениям постить в него информацию. Вот, теперь, я думаю, вас интересует, сколько это стоит. Полностью бесплатных таких сервисов я, к сожалению, не нашел. Амплифир стоит 5 долларов за один канал. 7 дней он работает бесплатно, а потом 5 долларов за каждый канал. А вот «Ку-Ку» он позволяет вам до трех каналов держать бесплатно, при условии, что вы не более 150 постов в месяц отправляете. И если вам этого достаточно, ВКонтакте, Фейсбук и Телеграм-канал, допустим, или ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, там, Твиттер, вы можете до трех каналов пользоваться им бесплатно. А дальше, если вам там надо, можете расширить, там, по-моему, 10 долларов расширенная версия в месяц стоит. Вот такие сервисы, которые закрывают вот эту важную задачу донести вашу информацию до тех людей, которые используют альтернативные каналы получения информации. А на этом здесь все. Спасибо вам за внимание. Если это вам пригодилось, буду рад, если поделитесь с какими-то своими знакомыми, кому эта информация может понадобиться. С вами был Евгений Попов. Увидимся в других моих видео. Счастливо! Счастливо!